Друзья, меня зовут Андрей, я приветствую вас на канале InStarting Новости. Мы врываемся с новым выпуском наших интересных новостей в новом году. И сегодня вас ждет Илон Маск, который скорее всего к концу недели станет богатейшим человеком в мире. Партнер Apple компания Foxconn будет выпускать электромобили. Японский электрогиперкар Aspark OVL с мощностью 2000 л.с. наконец поступил в продажу. Роботы Boston Dynamics танцевали под музыку. Volkswagen разрабатывает компактного робота-зарядника для электромобилей. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Впечатляющая динамика курса акций Tesla в прошлом году обеспечила быстрый подъем ее основателя Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира. Сейчас он занимает вторую позицию, уступая только главе Amazon Джеффу Безосу. Но к концу недели они могут поменяться местами. По версии рейтинга Bloomberg сейчас состояние Маска оценивается в 176 млрд долларов. Безос обходит его на 12 млрд долларов. Но курс акций Tesla продолжает расти, определяя дальнейшую динамику благосостояния главы этой компании. Основные доходы Маска номинированы в акциях Tesla. Поэтому быстрый рост курса позволяет ему подниматься к вершине рейтинга крупнейших мировых миллиардеров семимильными шагами. По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, акции Tesla имеют все шансы подорожать до 810 долларов за штуку. И соответственно, это автоматом увеличит благосостояние Илона Маска до уровня, позволяющего считать его богатейшим человеком планеты. Энтузиазм инвесторов вызывает перспективы принятия новых экологических требований в США, которые подстегнут переход на электромобили. Foxconn Technology Group ведет переговоры об инвестировании в китайский стартап под названием Byton. Сделка позволит Foxconn заявить о себе на рынке электромобилей и улучшить финансовые показатели. Foxconn планирует инвестировать около 200 млн долларов в США в потенциального конкурента Tesla, а также планирует начать массовое производство электромобиля Byton M-Byte к первому кварталу 2022 года. Эта сделка позволит Byton наконец выпустить свой электромобиль M-Byte. Кроме того, Foxconn Technology Group также ведет переговоры с другими китайскими производителями электромобилей о потенциальных партнерских отношениях. Этот шаг означает, что Foxconn в скором времени перестанут считать только ключевым партнером Apple. Сегодня многие технологические компании увеличивают свои инвестиции в разработку автомобилей следующего поколения, особенно электромобилей. Об электрическом гиперкаре Esparc Owl стало известно еще в 2017 году, и уже тогда у проекта было довольно мало шансов на коммерческую реализацию. В разработчиках числилась малоизвестная японская фирма, а характеристики и ценник озвучивались просто зашкаливающие. Разгон до 100 км в час менее двух секунд, и ценник свыше трех миллионов долларов. На удивление, к концу 2020 года создатели электромобиля довели его до стадии реальных продаж, открыли шоурум в Японии и договорились с дилерами по всему миру. На недавнем заезде на итальянском треке Misano World Circuit электромобиль Esparc Owl в очередной раз подтвердил статус гиперкара, показав 1,72 секунды в качестве времени разгона до 100 км в час. Мощность в сумме четырех электродвигателей модели составляет 2012 лошадиных сил, крутящий момент 2000 нанометров. Максимальная скорость ограничена на отметке 400 км в час. Запас хода от батареи неназванной емкости составляет 450 км. Увидеть гиперкар вживую уже можно в Осаке. Также вскоре отдельные экземпляры выставят в дилерских центрах Gable Sport Cars, Absolute Car Consulting и других компаний. Всего производитель собирается собрать 50 экземпляров модели, из которых 20 зарезервировано для Европы, 20 для Азии и Ближнего Востока и 10 для Северной Америки. Год назад концерн Volkswagen представил концепцию мобильного зарядного робота, которая постепенно становится реальностью, пусть пока еще в виде единичного прототипа. Концепция состоит в следующем. Транспортный робот доставляет мобильное энергетическое устройство, а проще говоря большую аккумуляторную батарею к электромобилю для последующей зарядки и оставляет ее до конца сеанса, а сам в это время либо занимается другими устройствами, либо находится на базе в ожидании очередного клиента. По окончании зарядки все происходит в обратном порядке. Робот буксирует аккумулятор на базу, где тот восстанавливает свой заряд для дальнейшей работы. Весь процесс полностью автономен и запускается соответствующим приложением или с помощью интерфейса связи карту X. Система рассчитана на пользователей электромобилей, которые оказались в условиях отсутствия поблизости зарядной станции. Система разработана совместно с китайской компанией Shanghai Do Power New Energy Technical. Она отличается высокой мобильностью и может быть развернуто практически в любом месте. Если вы еще не видели ролик с танцующими роботами Boston Dynamics, немедленно посмотрите. Компания Boston Dynamics представила, пожалуй, самое грандиозное видео с демонстрацией возможностей своих роботов. Для этого им поручили станцевать под классический рок-н-ролльный хит Do You Love Me. А чтобы зрелище получилось эффективнее, на танцпол вывели одновременно все модели роботов компании. Танцевать вольные интерпретации этого термина роботы Boston Dynamics начали еще в 2018 году, когда четвероногий спот импровизировал под песню Uptown Funk. Но танец это то, что можно совершенствовать бесконечно. Поэтому логично, что для демонстрации новых достижений точности движения роботов инженеры выбрали именно его. А совместное исполнение отлично демонстрирует возможности координации действий и коллективной работы роботов. Видео также можно рассматривать как итог эволюционного развития роботов модели Atlas, который технически все еще является прототипом. В 13-м он делал первые неуклюжие шаги, в 15-м начал двигаться автономно без поддерживающего кабеля, в 18-м приступил к освоению паркура. И вот теперь научился танцевать. Следующим этапом, вероятно, должно стать получение рабочей профессии или занятие экстремальным спортом. Как насчет подняться на Эверест и прибрать там мусор за людьми, которым трудно работать в разреженной атмосфере? С другой стороны, из всех танцевавших в кадре роботов только четвероногий спот является полноценным коммерческим продуктом Boston Dynamics. Его ценник составляет 75 тысяч долларов. Но что важнее, этот робот уже доступен широкому кругу потребителей. Спот помогает посетить овец в Новой Зеландии, трудится на норвежской нефтяной вышке и участвует в лечении пациентов с COVID-19. На такой позитивной ноте я предлагаю закончить наш выпуск. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Не забудьте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и, конечно же, пишите свое мнение в комментариях. Ну а я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите наш канал и оказываете неимоверную поддержку в его развитии. Я желаю вам отличного настроения, друзья. Праздничные выходные подходят к концу, поэтому давайте все вместе, отдохнувшие, заряженные, влетим в этот год и добьемся поставленных целей. С вами был, как всегда, Андрей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok